Вести социальную жизнь в местах не столь отдаленных. Теперь придется мэру Казачинско-Альянского района и его заместителю. Следственные органы установили, что мужчины в 2017 году получили взятку в размере 2,5 миллионов рублей. Провернуть операцию удалось во время переговоров по строительству полигона твердых бытовых отходов на территории района. В сумму гораздо меньшую, всего 822 рубля, оценили неизвестный вывоз мусора в Иркутском микрорайоне Наваленье. Именно сообщения об этом появились в подъездах многоквартирных домов. Насколько законны изменения тарифов, выяснял Павел Желудев. Шутка стоимостью в 300 рублей. Именно так можно описать ситуацию в Ленинском районе Иркутска. На подъездах домов здесь появились крайне необычные объявления. В них жители уведомляют, что с 1 февраля они должны платить больше. По крайней мере за вывоз твердых коммунальных отходов. Место 522 рублей за кубический метр 822. Чтобы предсказать реакцию жителей, не нужно быть Нострадамусом. Я еще не платила. Я 15-го числа, февраля получаю пенсию. Пойду платить. Ужна, что это за новые тарифы. 800 рублей аж предлагают. 800 рублей аж предлагают. Ну говорили за мусорку. 200 рублей я читала в газетах. А это что такое? Еще какие-то что-то. Ой, ну вообще. Обдергалась одна. И, пожалуй, это самая цензурная критика нововведения. Впрочем, резкое повышение тарифа на вывоз отходов объявлений прояснили. Полученная разница в 300 рублей с человека будет якобы направлена на проведение мероприятий в Ленинском округе. Каких имена осталось загадкой. И только излишне неправдоподобная подпись от лица главы округа с надеждой на понимание стала поводом для сомнений. В связи с тем, что все данные на этом объявлении, в том числе телефоны и фамилии, были указаны верно, в администрации Ленинского округа о таком странном нововведении узнали в числе первых. И реакция была ожидаемой. На протяжении всех выходных подобные информационные листки срывались со всех домов. Но, как мы можем видеть, отдельные экземпляры до сих пор сохранились. И все еще смущают людей. Одновременно с акцией по уничтожению объявлений к делу подключились главы ТСЖ района. Их задача была проста. Объяснить людям, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов устанавливает Министерство жилищной политики Иркутской области. А администрация округа лишь контролирует своевременную работу подрядчика. Поэтому и поводов для волнения нет. В отличие от предположений, кому потребовалось смущать людей фальшивкой. Версии, я думаю, даже выдвигать не стоит, потому что данным вопросом занимаются отделы полиции. Там уже сделаны заявления, и у нас на многоквартирных домах есть видеонаблюдение, которое передано для выяснения всех обстоятельств. Не исключено, что такая информационная атака могла быть связана с проведением по всей стране митингов против мусорной реформы. Объявление появилось как раз за день до массовых протестов. Однако, как бы то ни было, кроме ненужной паники, объявления не принесли никакой практической пользы. И даже смеяться над такой шуткой не хочется. Павел Жолодев, Андрей Назаров. Новости по будням. Новости по будням. Продолжение следует...